Каждый день скандалами омрачается президентство Дональда Трампа. Митинги, связанные с его миграционной политикой, лишь увеличивают протестные настроения не только в США, но и в дальнем зарубежье. Сегодняшний день не стал исключением. Вслед за правозащитниками, которые подали на нового президента в суд, произошли серьезные увольнения в эстеблишменте. Дональд Трамп уволил генпрокурора Салли Яйц за нежелание исполнять указ о беженцах. Его новоизбранный президент подписал 27 января. На следующий день в США и других странах начались массовые акции протеста. Несколько американских судов запретили немедленную депортацию приезжих, у которых уже есть американская виза. Это является незаконным, это является неконституционным. Мэры Нью-Йорка, Чикаго и ряда других городов отказались начать высылку нелегальных мигрантов. Прокурор штата Вашингтон направил в федеральный окружной суд иск о признании неконституционными основных положений указа. Его примеру последовали представители мусульманского сообщества штата Вирджиния. Мы считаем, что это не по-американски, это незаконно, и именно поэтому мы уверены, что наш иск будет рассматриваться положительно. Мы защищаем американские традиционные ценности, а Дональд Трамп дестабилизирует ситуацию этим указом. Накануне Трампа раскритиковали и артисты. На вручении премии гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе блистательные наряды звезд на красной дорожке померкли на фоне политического скандала. Ведущий церемонии актер Эштен Кучерса и иступительной речи приветствовал не только гостей, но и участников протестных акций. Нам, американцам, нужно научиться объединяться. Политики должны уяснить, либо они работают вместе, либо не будут переизбраны. Знаете, мы живем в век быстрого распространения информации. Мы отдаляемся все дальше и дальше друг от друга. Указ о мигрантах может и омрачить будущую церемонию «Оскар». Иранский режиссер Асгар Фархади, один из номинантов на «Оскар», не сможет приехать в США, где 26 февраля состоится церемония вручения наград. Он расценил действия американских властей как неприемлемые. И, судя по всему, этому примеру последуют многие. Жанна Рахимжанова, Наталья Райм, Информбюро, 31 канал.